13.07 в Кирове, в студии Анна Лупшина. Здравствуйте, в эфире программа «Особые мнения». Я приветствую нашего гостя Романа Титова, вице-спикера областного законодательного собрания и сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, давно не слышались. Погода на улице стоит хорошая, апрельская. Жаль, что на дворе месяц мая, не апрель. Весна в этом году сломалась. Но, собственно говоря, что с этим делать? Ждём лето. Ждём лето. Мы, собственно говоря, ждём ваших вопросов. Я напоминаю, что их можно задавать двумя способами. На нашем сайте через форму анонсов, эхакирова.ру, либо посредством смс на номер 8909-720-101.0. Также напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. Опять же, на нашем сайте, эхакирова.ру, идёт прямая трансляция эфира. Роман, есть две темы, с которых мне бы хотелось начать. В первую очередь, может быть, коротко мы поговорим о них. Обе касаются нашего региона, его будущего. Одна, на первый взгляд, приятная, другая, прямо скажем, тревожная. Ну, с приятной, наверное, начнём. Давайте. С приятной, отлично. Регион получит деньги на строительство объездной дороги, путепровода и ремонт аэропорта. Об этом заявил Владимир Быков, спикер законодательного собрания, отвечая на вопросы журналистов, на брифинге. Ну, спрашивали его, как я понимаю, по итогам поездки, по итогам дней Кировской области в Совете Федерации. Говорилось тогда, да, что будут выделены средства, возможно, сенаторы рекомендовали. Но Владимир Васильевич так заявил, как будто вот решённый уже вопрос. Смотрите, в силу того, что к Дням Кировской области в Совете Федерации я имел отношение прямое, то видел, как проходила подготовительная работа. То есть до рассмотрения итогового проекта решения, это, по-моему, если память не изменяет постановление номер 102 Совета Федерации, 26-го, ну, в конце апреля оно было принято, все моменты, которые вошли в итоговый проект постановления, они в обязательном порядке согласовываются не только с профильными комитетами Совета Федерации, они согласовывались и с правительством Российской Федерации, и ряд моментов, надо отметить, не вошёл в проект итогового постановления. Поэтому фактически можно говорить о том, что вот это итоговое постановление принятое Советом Федерации, это, ну, норма. То есть сегодня и роль Совета Федерации выросла, и по-другому совершенно, не как пять лет назад проходят вот эти документы, они реально детально согласовываются, и те моменты, которые правительство не стало бы реализовывать, они в итоговые проекты не вошли. Сейчас установлено этим же постановлением контрольный срок, это весна следующего года, когда правительство должно уведомить Совет Федерации о том, как вот эти вот тезисы по выделению средств на обход, по... Западный обход города Кирова. Западный обход города Кирова, по выделению средств на иные проекты, по, там, другим вопросам, которые были в проект постановления в итоге включены, в итоговое решение, точнее, как правительство, какую работу оно провело. Поэтому я заверяю, что вот с учетом проведенной работы, эти мероприятия, которые, может быть, кажутся нам фантастическими, большими и затратными, они будут реализованы обязательно. Поэтому подтверждаю слова Владимира Васильевича. И скептикам все же рекомендую внимательно углубиться в кулуарную работу Совет Федерации, и без понимания этого сложно оценить этот документ. Это очень трудно давшийся, тяжело нам давшийся документ. То есть сообщение некоторых СМИ о том, что Владимир Васильевич бежит в некотором смысле впереди паровоза, там, и пережает события, да, они не имеют под собой оснований, и средства все-таки, все-таки, действительно будут выделены, несмотря на то, что вроде бы решение об этом пока еще принято. Ну, конечно. Мы обсуждаем вопросы, там сидит Министерство финансов, там сидит администрация большая, и эти вопросы, они обсуждались, и снимались те вопросы, которые точно не могут быть реализованы. Поэтому в итоговое постановление вошло то, что действительно будут сделаны. Деньги дадут, то есть новость все-таки приятная. Новость все же приятная, поэтому можем перейти к следующей новости неприятной. Неприятной, но она не то чтобы неприятная, она в некотором смысле тревожная, и может быть она и не случится. Демографы, точнее статистики, опубликовали прогноз для Кировской области до 2036 года. И в соответствии с ним, как пишут опять же СМИ, печально все, Кировская область будет вымирать постепенно. К 2036 году население нашего региона сократится на 100 тысяч человек, пенсионеров будет больше, чем сейчас. То есть, видимо, такой состав процентный пенсионеров и людей до пенсионного возраста изменится. Я не знаю, это общая какая-то тенденция для всех регионов, таких как Кировская область, не очень богатых, не очень успешных, не очень продвинутых, может быть. Или это вот, ну, не знаю, какие-то вещи, которых нужно испугаться и тут же начать что-то делать, чтобы этого не случилось. Знаете, когда в 19 веке наш великий химик Дмитрий Менделеев говорил о том, что к середине 20 века население России ставит 600 миллионов рублей, ой, 600 миллионов человек, не могу никак перейти о темах денег. О денег к людям. Он не знал, что будет несколько мировых войн, что будет гражданская война, что будут репрессии. То есть вот я в силу того, что историк по образованию, как-то мне попалась на глаза цифра, что в результате вот всех этих потрясений, в первую очередь, первой половины 20 века, ну и четвертого демографического кризиса, так называемого, 90-х годов, в конце 80-х, 90-х, Россия потеряла совокупно порядка 140 миллионов человек. А это же не просто люди, это дети. Это их потомки. Это, собственно говоря, та демография, о которой мы сегодня говорим. Поэтому вот этот печальный тренд, опять же, почему я могу на эту тему компетентно рассуждать, потому что достаточно долгое время преподавал в институте и статистику, и социологию. Эта тенденция в России складывается, в современной России, с 65-го года, когда впервые показатели рождаемости, они стали ниже, чем показатели смертности. Тенденция, с которой стараются бороться, которая в значительной мере компенсируется, и на сегодня она и в общефедеральной тенденции комментируется с миграционными трендами, к сожалению, тенденция это общероссийская. И здесь вот я специально, внимательно вчера изучил материалы Кировстата и положил их на аналогичные прогнозы, которые публикует Росстат. Они делаются по одной методике. Если мы посмотрим, то... И Росстат в целом отмечает тенденцию к 36-му году увеличение доли пожилых людей и снижение доли трудоспособного населения. Но здесь, смотрите, важно понимать, что двоякая история. То есть, в том числе, увеличение числа пожилых людей, оно возникает за счет увеличения продолжительности жизни. И серьезного, скажем так. И вот здесь, если... Это хороший показатель. Это хороший показатель, да. И он такой условно хороший. То есть, это значит, что растут социальные обязательства бюджета, будут расти. Необходимо создавать инфраструктуру для нормальной жизни этих пожилых людей в перспективе, потому что их будет становиться больше. Надо думать, что делать с налогооблагаемой базой, поскольку НДФЛ будет сжиматься с годами. Кроме того, вот если внимательно цифры посмотреть по Кировской области, очень интересная тенденция. То есть, вот одна из вещей, которые происходят и произойдут, а Росстат, надо понимать, не просто абстрактно спрогнозировал, он берет тенденцию, сложившуюся в последние годы, и с помощью математического аппарата ее экстраполирует. Если ничего не случится, то будет так, на будущее. То есть, в Кировской области, да, идет снижение численности населения, прогнозируют снижение численности населения, но очень серьезно видны процессы урбанизации. То есть, вот если на сегодня у нас 76% городского населения, то к 1936 году будет 85% городского населения. Если мы заглянем в рождаемость, там еще интереснее вещи. То есть, почему население численность снижается? Потому что... Потому что снижается количество детей в семьях. Да, то есть, коэффициент рождаемости. Но если мы посмотрим, то в городах Кировской области действительно коэффициент рождаемости меньше двух. То есть, получается, немалая часть семей не выходит на простой воспроизводство. То есть, когда мама и папа производят двух детей и хотя бы сохраняют... Заменяют себя ими. Но в районах Кировской области у нас средний коэффициент рождаемости больше трех детей идет. Но при всем при этом население в районах снижается. Поэтому это говорит о том, что приток населения в города будет и сельская местность. То есть, село производит детей, но в силу ряда причин, вот по современным тенденциям, мы понимаем, какие это причины. Это инфраструктура, это возможность делать карьеру, это развитие. Люди едут в города. И численность городского населения увеличивается в том числе за счет этого притока. То есть, все больше и больше и больше селян будут ехать в города. И здесь важно, на мой взгляд, разрабатывая долгие стратегии развития Кировской области, учитывать, что территорий у нас меньше не станет, население станет меньше. Значит, дороже будет содержать дороги, дороже будет содержать всякую социальную инфраструктуру в районах. И надо уже сегодня понимать, что мы будем через 20 лет с этим делать. Переломить все эти тенденции очень сложно. Понимаете, это комплексный фактор, который в том числе касается очень тонких механизмов. Да, есть прямые вещи. То есть, это, к примеру, те же федеральные инициативы по материнскому капиталу. Это работает, но это работает, грубо говоря, на уровне, опять же, простого воспроизводства. А если мы посмотрим статистику по регионам России, то вот даже городское население в более традиционных, с традиционными укладами районов Северного Кавказа, нацио-республик, там коэффициент рождений существенно выше. Почему? Потому что, в том числе, женщины традиционно уделяют время воспитанию детей. Они находятся дома, они воспитывают этих детей, и это их основная работа. Но это возможно только тогда, когда мужчина на себя берет, в силу того, что у него высокий уровень заработной платы, высокий уровень социальной гарантии определенных там в обществе, берет на себя обязанность по содержанию семьи. И вот точно кавалерийским наскоком эту историю не решить, и этот тренд не переломить. И его в одном субъекте не переломить. Это общефедеральная тенденция. Если смотреть по другим странам, статистику, то, знаете, там Россия отличает, что мы рожаем как в странах развитых, как в Европе. То есть коэффициент меньше двух. А вот, к сожалению, смертность у нас пока еще на уровне страны развивающихся. Но вот с учетом того, что продолжение жизни планируется серьезно увеличить, ну, дай бог, там, этот тренд мы переломим. Еще раз, вот это прогноз, основанный на сегодняшнем состоянии дел. И на нем надо основывать как раз стратегически некие моменты, в том числе и на федеральном уровне, по стимулированию рождаемости. В том числе, там, ну, в первую очередь, на что я обратил внимание, это стимулирование, собственно говоря, женщин воспитывать детей. Как бы, то есть я здесь, вот, знаете, хотел бы уйти от, там, сексизма какого-то, да, но, к сожалению, это так. То есть вот этот механизм, он и работает, когда женщина уделяет время, в первую очередь, семье, когда она может заботиться о двоих, троих, там, четырех детях. Ну, это позитивный тренд. Но, Роман, мы же понимаем, да, что только возможности, там, для зарабатывания денег мужем недостаточно для того, чтобы... И инфраструктура поддержки материнства детства многодетных семей, конечно. Она должна включать и детские садики, и детскую медицину, правда же? Да, но, смотрите, кстати, вот, если говорить об эффективности работы тех же механизмов мат-капитала, вот, интересная цифра, в 2005 году, то есть до введения на старте вот всех этих историй, у нас коэффициент рождаемости в России был 1,29, ну, то есть около одного ребёнка на семь. На сегодня, в среднем, он уже где-то 1,7. То есть работает. То есть механизм работает, но до простого справедливости мы даже не дошли еще. Не добрались. Да. Ну, значит, надо предпринимать ещё какие-то шаги, я так понимаю, да, чтобы ситуация печальная, хотя бы оставалась на прежнем уровне, а не развивалась в негативном направлении, который нам прогнозируют. Сделаем небольшой перерыв и вернёмся, напоминая, слушаем особое мнение Романа Титова, вице-спикер областного ЗАГС Собрания и сопредседателя регионального отделения ОНФ. Мы возвращаемся в эфир, продолжаем выслушивать особое мнение Романа Титова, вице-спикера областного ЗАГС Собрания и сопредседателя регионального отделения ОНФ, но вот к темам ОНФ как раз и обратимся. Кировские СМИ сообщили на прошлой неделе о том, что следователи возбудили несколько уголовных дел из-за некачественного жилья. Речь идёт о предоставлении квартир детям-сиротам в Юрье и о домах для переселенцев из ветхого жилья в Оречевском районе. На вашем сайте я видела новость о проблемном доме в Зуевке, тоже уже не первый месяц тянется история. Я так понимаю, что развитие эти все истории получили именно после того, как люди обратились к вам в ОНФ, я имею в виду. Да, и это долгие, давние истории. Кстати, вот если говорить о ряде домов для переселенцев в Оречах, то мы тревогу били ещё на стадии строительства. Это Оречи или Стрижи всё-таки? В Оречевском районе, Стрижи, да. Тревогу били по ряду домов, всё на стадии строительства, поскольку выезжали, фотографировали, были вопросы к качеству материала, были вопросы к качеству строительства. И на тот момент с соответственными лицами в предыдущем правительстве Кировской области мы встречались, все эти фотографии показывали. К сожалению, выводов-то не было сделано никаких. То есть, да, встретились, да, обсудили, да, разошлись, и, собственно говоря, дома потенциально некачественные были построены. И после этого долгое время ушло на координацию взаимодействия с правоохранительными органами, на то, чтобы, знаете, как неформально говорят, ноги приделать к этим ситуациям и довести их до этапа возбуждения уколового дела, поскольку кто-то должен ответить. Не все ситуации пока удалось реализовать. К примеру, вот мы, несмотря на наличие всех экспертиз серьёзных по дому для переселенцев в посёлке Торфино, Рычевского района, пока там материалы так и находятся в Новоавиатском СУСКе, и до стадии возбуждения уголовного дела не дошли. То есть здесь вопрос в том, что уголовное дело – это не самоцель. Цель – это наказать виновных лиц и добиться защиты прав людей, которые в этих домах проживают. Да, мы работаем по заявлениям граждан, да, мы работаем инициативно. И, честно говоря, хотелось бы надеяться на то, что новое правительство и нас услышит, и учтёт те замечания, которые мы неоднократно формулировали при реализации программы переселения в будущем. Потому что теперь мы понимаем, что после сентября 2017 года с переселением завязано не будет, то есть есть установка федерального центра. Вы сказали, что программа не заканчивается. Да, есть установка федерального центра, но надо менять механизм, потому что все эти проблемы, они возникают так-то по одной причине – из-за совершенно кривого механизма приобретения этого жилья в районах. То есть район же не получает деньги впрямую, которые торгуют и заказывают строительство дома. Нет, всё происходит не так. То есть районные власти договариваются с каким-то застройщиком. Возведи нам дом заданной конфигурации. Вот квартиры такие, это вот под конкретных переселенцев. Мы у тебя в конце года этот дом выкупим с аукциона, на котором, разумеется, всегда бывает единственный участник. Эти аукционы, они помимо того, что, ну, они такие формальные, да, то есть один участник – это не аукцион, там снижение цены не происходит. Всё это приведет к чему? Во-первых, администрация покупает квартиры, не контролируя строительство дома, как было бы с деньгами бюджетными, если бы они были заказчиками строительства. С самого первого этапа, с самого первого кирпича. То есть они покупают некую вещь в мешке, кота в мешке, которую контролируют они строительство дома, ну, фактически только на этапе ввода в эксплуатацию. Квалификация специалистов по строительству в районах крайне низка. И я не исключаю того, что многие проблемы с тем, что некачественные дома введены в эксплуатацию, они связаны с тем, что просто люди малограмотные, некомпетентные. А, то есть они не видели, что всё плохо? Часто это решение принимается, ну, комиссией, в которой мало капитальных людей. Это в районах, в Кирове немножко по-другому ситуация разворачивается. Кроме того, вот фактически при приобретении с этих аукционов застройщик недобросовестный, он оказывается вне удара. То есть если, к примеру, администрация, которая купила, приняла, точнее, через аукцион и купила некачественное жильё, им можно вменять халатность, то застройщику мошенничество вменить очень сложно. Да, мы знаем, что он построил дом некачественным, но ведь он его не навязывал никому, он его строил не на бюджетные деньги. Он был приобретен... Видели, что покупали, что нужно. Да, видели, что покупали. И вот это основание, оно, опять же, на это возможность здесь наказать всех. В первую очередь, те, кто неосновательно обогатился, получил деньги со строительства некачественного жилья. Оно некачественное почему? Да потому что застройщик экономит, увеличивает свою маржу, стараясь заработать вот на этих деньгах. Но из-за отсутствия механизмов контроля вот такое и получается. То есть вот еще раз убеждаюсь в том, что наша концепция, которую мы предлагали еще год назад, создать единую службу заказчика на основе одного из областных учреждений, которое будет, собственно говоря, заниматься контролем строительства этих домов, заказывать их строительство с первого этапа, с первого кирпича, что это предложение обосновано. То есть будут сидеть люди, которые разбираются в вопросе, будут понимать, что хотят? Да, специально уполномоченные, обладающие необходимыми навыками. Еще один уполномоченный? Не-не-не-не, здесь речь идет о конкретном контрольном органе, у которого будут конкретные обязанности и полномочия. Радует лишь одно, что это не повсеместные явления, это разовые ситуации, они, конечно, громко и звонко звучат, потому что... В процентном отношении примерно сколько? Это очень небольшая. Всего, с данного объема? Очень небольшая доля. То есть просто... 10%, 20%? Нет, это не доходит даже до 10%, конечно. Но каждый дом важен и значимый. Почему? Потому что каждый квадрат, он учитывается в показателях выполнения 600-го указа президента. А у нас в сентябре время чека, когда мы будем оценивать этапы реализации программы переселения. И, конечно, власти обеспокоены этой ситуацией, но я заверяю, что если мы не разберемся, почему так произошло все на этом этапе, нам следующую программу переселения будет достаточно сложно реализовать. Мы наткнемся снова на те же грады. Поэтому, честно говоря, меня эти новости, я бы не сказал, наверное, порадовали, но определенное воодушевление, а это не первые уголовные дела уже, и у нас были по Кирово-Чепецкому району дела, мы добились наказания виновных. Я надеюсь, что это будет на эти последние капли, в том числе и в принятии решения областными руководителями, областными чиновниками, которые на следующий этап поставят заслону таким небосредственным застройщикам. Еще вопрос касательно этой темы, очень короткий. А людям-то что делать? Ну вот тем людям, которые заехали в некачественные дома. То есть строители каким-то образом, органы компетентные, могут заставить устранить недоделки, нарушения и прочее, чтобы дом, по крайней мере, был пригоден для жилья. Это вторая составляющая. Действительно, немалая часть этих домов на гарантии, хотя были отмечены ситуации и в городе Кирове, и в районах, когда застройщик после строительства дома проблемного банкротился, либо уводил фирму в помойку. Ну, в другой регион, где сложно проконтролировать. Сливал с другими, реорганизация формы присоединения к другому юрлицу. Но, опять же, их не так много. А в целом, это дополнительный рычаг для людей добиваться того, чтобы их дома были доведены до нормативных показателей. Потому что, вот даже по тому же Торфеному, если смотреть, застройщик вначале говорил, что там все хорошо, все нормально. Администрация также говорила, но после пристального внимания правоохранительной ситуации стали пытаться ситуацию менять. И пытаться что-то делать. И в Зуевке, кстати, вот где дело возбуждено, там пытались проводить работы, пытались утеплять. Но есть дома, к примеру, в ряде территорий, где действительно застройщик под угрозой вот этого правоохранительного топора предпринял все необходимые меры для того, чтобы объект довести до надлежащего качества. То есть это еще один механизм, который проваливали и защищает. То есть без жилья никто не останется, точно. Вопрос в том, чтобы жилье было надлежащего качества. К сожалению, люди сами, когда идут в надзорные органы, у них не всегда получают свои права отстоять. Мы работаем по объектам, а не по квартирам. Да, и поэтому у нас таких возможностей больше. Понялась. Сделаем небольшую паузу, реклама и вернемся в студию. Продолжаем выслушивать особое мнение Романа Титова. Роман у нас один в двух лицах, можно сказать, вице-спикер законодательного собрания и сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта. Мы темы ОНФ разбирали, одну разобрали, вторая у нас еще осталась. Кировские активисты ОНФ выступили с инициативой о предоставлении рассрочки по задолженности за капремонт. Тоже тема была на прошлой неделе. Насколько я понимаю, обосновывались эти заявления, в том числе тем, что в других регионах такая история есть. В частности, приводится, в пример, Пермский край, по-моему. Много таких субъектов. Не только там? Нет, там большое количество, везде разные механизмы. Где-то это возможно предусмотрено законом, где-то постановление правительства, но в большинстве субъектов это регулируется на уровне нормативки фонда капитального ремонта. Это нужно зачем? В общем, ситуация настолько серьезная с неплатежами в Кировской области, что нужно уже как-то ее регулировать? Это вопрос социальной стабильности. Потому что у нас на сегодняшний момент установлен такой порядок предоставления льгот, ну, льготным категориям граждан, что если у тебя нет задолженности, ты льготу получаешь. Если у тебя есть задолженность, в том числе задолженность по фонду капитального ремонта, то ты льготные средства не получаешь. Странно на самом деле, потому что ты их потом все равно получишь. То есть эти деньги никуда не деваются. Они, грубо говоря, копятся на тебя, и потом, когда ты гасишь свои обязательства перед тем же фондом капитального ремонта, ты средства, которые тебе должен бюджет, получаешь. Во-первых, эти средства – это тоже платежный инструмент, в том числе за долги, за коммунальные. Во-вторых, многие семьи, которые вынуждены являются неплательщиками по фонду капитального ремонта, они находятся в трудной ситуации, и обрезать им пособие, ну, наверное, неправильно. В-третьих, часто бывают ситуации, не часто, нередко, скажу так, когда, ну, скажем так, фонд капитального ремонта проводит некие корректировки, и жители в домах получают квитанции с ОГОГО, какими цифрами, вдруг внезапно. То есть речь идет о том, что когда-то не выставляли счета, например, месяц, два, три. В силу целого ряда причин. А потом проводится корректировка, и люди получают счета, которые они, разумеется, не могут оплатить. Ну, как было в январе этого года с платежками за отопление. Да, 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 перерасчеты вот эти. И вдруг людей лишают права получения льгот, которые им положены. И вот здесь мы считаем возможным, по примеру некоторых других регионов, реализовать, скажем так, для добросовестных плательщиков, которые выходят на соглашение с фондом капитального ремонта о рассрочке, то есть периодичностью прописанные вот этих платежей, возможность не прекращать им предоставлять льготы. То есть здесь мы нашли полную поддержку в пятницу, у меня был разговор с исполняющей обязанности министра социального развития, Ольгой Юрьевной Шулятьевой. То есть полностью поддерживают нашу идею, и если не на этой неделе, то в ближайшее время мы точно встретимся с заинтересованным кругом лиц для того, чтобы ситуацию разрулить, скажем так. То есть даже профильные министерства считают, что это избыточное ограничение, связанное с платежами фонд капитального ремонта. И я думаю, что в Киевской области, если все получится так, как мы планируем, мы это урегулируем без принятия дополнительных нормативных актов на уровне законов и прочее, прочее. То есть это будет решение фонда капремонта? Да. То есть мы пропишем механизм, согласуем его с социальным министерством и будем его реализовывать. Но я правильно понимаю, что ведь эта норма будет распространяться не только на льготников? У нас в числе неплательщиков и тех, кто, может быть, не платит по уважительным причинам, да, они являются злостными плательщиками. Мы говорим не только о льготниках. Вот точно я за этих людей вписываться не буду. Но есть люди, которые принципиально не оплачивают льготники. Есть такие люди, это их право, но я считаю, что, знаете, а как в соседнем глаза глядеть? Когда ты не платишь, соседи платят. Заодно и то же. Я думаю, что не все эти люди, к сожалению, настолько чувствительны, чтобы им мешало мнение соседей. Хорошо, поняли. Значит, эта тема касается в первую очередь все-таки льготников. Еще одна тема, тоже важная, тоже социальная. В общественной палате состоялось заседание комиссии по вопросам здорового образа жизни, на котором был, в частности, поднят вопрос судьбы, перспектив санаторий в Кировской области. СМИ преподносят так. Директора санаториев попросили господдержки. Ну, жалоб было много, мы все понимаем, да, что санаторий наши, славившиеся и гремевшие в советское время сейчас в не очень, может быть, хорошем положении. Понятно, что услуги их, может быть, недешевы, да. Государство, опять же, наверное, не в силах оплачивать лечение в санаториях, там, большого количества льготников тех же. Сокращается срок пребывания людей в санаториях, опять же, в первую очередь по финансовым причинам. Ну, и понятно, что растут их там расходы какие-то, да, в том числе связанные с коммуналкой и всем остальным. Так вот, санатории наши, они все-таки могут рассчитывать на некую господдержку или нет, учитывая, какое сложное у нас положение финансовое? Вот я сейчас скажу свое личное мнение. Я считаю, что санаторий на сегодняшний момент в рамках рыночной экономики – это равноправный хозяйственный субъект, участвующий в конкурентной рыночной среде, сферой, собственно говоря, отдыха. И вот когда одни субъекты будут получать какую-то господдержку, а другие не будут, будут просто работать на рыночных условиях, наверное, неправильно. И я сторонник того, что если вы видите, что вы не справляетесь с содержанием инфраструктуры, вам не хватает клиентов, решайте вопрос о том, чтобы продать этот имущественный комплекс тому, кто вложит в него деньги, кто займется привлечением туристов и отдыхающих, в том числе из других регионов Российской Федерации. Ведь мы видим успешные примеры в близлежащих регионах, когда санатории приватизируются, туда заходит собственник, который развивает те услуги, которые пользуются спросом. А ведь, заметьте, у нас с семьей на выходные в Кировской области некуда выехать отдохнуть. В то же время в Татарстане, в Подмосковье, в Пермском крае есть на базе санаторий организован досуговый комплекс. Берешь тур выходного дня, едешь с семьей, спа-процедуры, бассейн, душ-шарко, хорошее питание, детская анимация и прочее, прочее, прочее. Люди платят деньги. Но мне казалось, у нас тоже такое есть, нет? Ради интереса посмотрите цены на санаторные услуги. Так. Вот для меня эти цены, а, высоки, б, необоснованы по количеству предоставленных услуг. Опять же, это мое мнение. Сервис не соответствует запросам. Это дорого и по сервису, я не говорю за все учреждения, потому что ведь есть те, которые денег не просят. Они работают и успешно конкурируют и привлекают туристов, отдыхающих из других регионов. И вот их голос здесь на совещании не был слышен. Но есть те, у которых не получается, но не получается, тогда давайте принимать меры. Вот кормить, финансировать, скажем так, может быть не совсем эффективный менеджмент за счет бюджета, ну, наверное, неправильно. Ну, мне так кажется. Роман, ну что делать с льготниками? Люди, которые будут относиться к санаторию как исключительно коммерческому какому-то предприятию, которое должно приносить прибыль, и уже не заобезуешь никак льготные категории граждан пролечить, принять на отдых. Во-первых, вот еще раз повторюсь, у нас есть учреждения, которые работают успешно и в том числе с льготными категориями граждан. Я название не буду... Ну, не будем рекламировать. Но мы понимаем, о ком идет речь, у них все хорошо. Находятся они недалеко от Кира, 30 метров, и с льготниками работают, и реабилитацию проводят, и по разным категориям граждан. Но почему-то у других-то не получается. Вот по льготникам, кроме того, механизмы субсидирования именно отдыха льготника без необходимости содержания, вложения в инфраструктуру, в поддержку самого учреждения. Они же есть, эти механизмы. То есть, когда деньги идут за льготником, который покупает путевку, они идут в учреждение, которое собирает на себе льготника. А льготник выберет, где за предусмотренным бюджетным средством ему дешевле и выгоднее отдохнуть. Вот я считаю, это правильно. У нас в школах, в конце концов, уже подушевое финансирование по льготникам, так же, как мне кажется, должно быть. То есть, вот куда они едут, туда и деньги за ними приходят. И тогда будет конкуренция, в том числе за бюджетные деньги. А то, извините, загнать льготников в резервации, где их... Ничего не буду говорить, где услуги будут ненадлежащего качества. Я не говорю про все эти учреждения, я в целом. Но я считаю неправильно. Люди должны иметь право выбора, а вот резервации создавать не надо. Поэтому вот это, еще раз повторюсь, мое мнение. Я вижу по другим регионам, что это так. И я вижу, что в Кировской области мне некуда выехать с семьей, отдохнуть на выходные, близи Кирова в хорошем, комфортном и разумном по цене месте. И я думаю, что это не моя только проблема. Я вижу примеры санаторий в Подмосковье, которые были перестроены под эти туры выходного дня. У них всегда полно людей. Путевки купить сложно. И когда сможет цены на путевки, они не такие дорогие. То есть в Подмосковье дешевле, чем у нас? Есть многие места и достойные места, где действительно дешевле. Ну хорошо, с этой темой тоже, наверное, завершимся пока. Еще один вопрос, который хотела задать, касается свалки в осемцах. Тема ваша, вы ее ведете, но в последнее время что-то не слышно, что происходит вообще в этом вопросе. Можем ли мы каким-то образом дать людям знать, развитие ситуации будет какое-то или нет? Потому что тяжело же все это, все-таки нужен полигон. Ну, знаете, там ситуация двояк. С одной стороны полигон нужен, с другой стороны есть мнение общественности, которое нельзя не учитывать. Могу сказать, как дела обстоят на сегодняшний день. То есть вот только что идут совещания, на котором, совещание по году экологии, на котором была озвучена тема, что по просьбе федерального центра из программы года экологии в Киевской области организация полигона в осемцах исключена. Так, то есть это окончательное решение? Разу. Значит, два. Вот у меня в руках от 23 марта письмо, подписанное руководителем соответствующей организации о том, что собственник отказывается от заключения конституционного соглашения с правительством Киевской области о строительстве полигона и переработке бытовых отходов в осемцах в рамках частного государственного партнерства. Напомню историю. Строительство осемцов планировалось в рамках ЧГП, ну, концессия так называемая. Вначале конституционное соглашение было приостановлено со стороны правительства Киевской области год назад. И с того момента работы там никакие не велись. После этого было предложено, скажем так, переработать механизмы концессии. И, собственно говоря, по официальному документу сейчас отказалась и вторая сторона. То есть, по большому счёту, в концессии по строительству полигона в осемцах нет сейчас ни одной стороны. Никто не хочет его там строить. Ни инвестора, который планировал там строительство. Вот на сегодняшний момент это так. То есть полигона в осемцах не будет уже точно? Вот по той информации, которая у меня сейчас есть на руках, а это официальные документы, это не слухи, это не сплетни, это конкретная информация, строительство не планируется. То есть стороны отказались. Но это не исключает важность другой проблемы. А чего с мусором-то делать? Потому что, если мы вернёмся к теме регионального оператора, региональной схемы обращения с отходами, очень многое там замкнуто именно было на этот полигон. То есть туда планировался после строительства, в первую очередь, вывоз отходов. Не только из Кирова, насколько я помню. Ну, Киров основную массу бы образовывал, но, скажем так, не Кировом единым. И вот на этот вопрос пока ответа нет. Потому что краеугольный камень и схемы на настоящий момент ушёл. А реализовать программу обращения с отходами, то есть запустить её полноценно и выбрать регоператора, мы должны край до июня, июля следующего года. Времени не так много, но... Год. Год, да. Но сразу скажу, сейчас большой интерес появился к этой теме со стороны негосударственных пенсионных фондов, которые инвестируют деньги уже во многих субъектах. К примеру, в Чебоксарах был полигон построен на деньги одной из пенсионных фондов. Я точно знаю, что есть интерес по меньшей мере у двух фондов к территории Кировской области в рамках инвестиций. Ну, то есть они вкладывают деньги, которые им доверили люди. Ты видишь, что тема обращения с отходами высокодоходная, скажем так, более надёжная, на 10 лет в конце концов соглашение заключается. Есть интерес у некоторых местных игроков по разного рода сортировкам, термохимической переработке. То есть интерес есть. Здесь вопрос в том, что сегодня надо этот интерес связать. Вот пока у меня на руках нету скорректированной схемы обращения с отходами, но вот в ПАСАХ я всю информацию уже дал. У меня, скажем так, я вижу, что есть определенный информационный вакуум, и, слава Богу, вопрос задали, и мы можем его восполнить. То есть ситуация, я владею, на сегодняшний момент она такая. Понятно. То есть ждём всё-таки какого-то решения, да, по неким объектам, которые нам предложат в качестве выбора, да, место для размещения полигона. Особое мнение Романа Китова, вице-спикера областного ЗАГС Собрания и сопредседателя регионального отделения ОНФ завершается. Я нужна прощаясь с вами. Роман, до свидания. До свидания.